Друзья, приветствую! Сергей из Малоярославца Калужской области прислал образцы масла равенол. Это два разных масла DXG и ECS. Так вот, по баночке свежего отработки. Причем масло DXG это образец от 2018 года, середина примерно 2018 года, который простоял. Сергей написал, что случайно его нашел. Давайте посмотрим. Такое масло я уже проверял. Эталон, соответственно, у меня есть. Поэтому сейчас проверю образец из литровой канистры. Я так понимаю, что это свежее. Немножко баночка вот протекает с трещиной. Поэтому я закладываю. Давайте посмотрим. Так, по противоизносным присадкам этот образец от эталона отличается 108 процентов. Побольше кислотное, повыше, возможно, что здесь добавлено больше эстеров в процентном соотношении. А вот щелочное чуть ниже, там, в эталоне 8 и 3, здесь 8. Но хочу сделать акцент, что это, скорее всего, уже свежие допуски SP и LSAC 6. А образец 2018 года, скорее всего, уже еще был без этих последних допусков. Ну, все. Значит, давайте проверим отработку. Это, видите, KIA Sorento 2.4 G4 KE, значит, 180 сил. Объем масла 5 литров, ну, видите информацию. И здесь, посмотрите, пробег 33 общий, 101 процент по противоизносным присадкам. И вот здесь нитрование очень сильно нарастает. Видите, это трассовая езда 44 километра с небольшим 10 с половиной тысяч и всего 238 часов. Кислотное, щелочное в порядке. На воду не обращайте внимание, 1500 ppm. Скорее всего, это в результате хранения трех с половиной лет набрало атмосферной влаги. Ну, в общем-то, видно, что здесь все супер, кроме даже противоизносная присадка не расходуется. Скорее всего, этот мотор уже прикатан в идеальнейшем состоянии, 33 тысячи всего пробег был на тот момент. Вот. Поэтому и, ну, чуть-чуть попадает, возможно, из топлива противоизноской. Поэтому расхода как такового и нет. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Ну да, видите, трассовая езда. Тут сразу и, в общем-то, и с разжижением никаких проблем нет. Хотя пробег, я напоминаю, 10,5 тысяч. Но посмотрите, минимальная. Здесь не только была поездка, по-моему, в Крым Сергей писал, но еще по месту ездил. То есть вообще никаких претензий к вязкости. Все супер. Мотор свежий. Так, следующее масло это у нас Равенол ЕСС 020. Здесь уже СН, Ильсак 5 и С5. Вот такая спектрограмма данного масла. Я сейчас, естественно, обновляю спектр болванки. Такая спектрограмма. Вот эстеровый пик. Причем это полиэстеры. Я уже их вижу. По пику примерно это 5,5. Ну там от 5 до 6 процентов. Ну как бы по уровню могу оценить. Скорее всего 5,5. Далее прибор. Корректирую данные, которые сместились. Прибор намел 59 процентов по противоизносной присадке. Их явно и ее явно меньше. Но, возможно, здесь больше эстеров. И часть замещена эстерами этой присадки. Это такая общая тенденция. Так, опять же эстеры дают, обманывают прибор. Они совпадают по пикам с карбоновыми кислотами. Поэтому данные тут приходится. Щелочное я выставил по данным производителя. А кислотное так уже на, скажем так, на опыте. Ну, возможно, здесь плюс-минус. Немножко ошибся. Но, к сожалению, данных нет по этому маслу. Вот. Я думаю, что где-то близко. Может быть 2, может быть 2,1. Ну, так, по крайней мере. Корректирую остальные данные. Сажу. Гликоль выставляю. Сейчас подправлю уровень противоизносных. Чтобы не возникали вопросы, я сразу делаю акцент. 59 процентов от болванки. Это будет 100 процентов для данного масла. Понимаете, да? Я просто обозначаю уровень, от которого нулевую точку, от которого будет плясать прибор. Или будет туда попадать, значит, из топлива противоизносные компоненты. Или все-таки они будут расходоваться где-то в двигателе. Так, опять же, этот же автомобиль, только пробег 8,200, но с более низкой скоростью. 255 мм.ч. 32,1 км.ч. Это образец 21-го, конец 21-го, 22-го года. Ну, и топливо тоже. Лукойл и Роснефть. 95-й АИ. Так, прибор сейчас захотел измерить чистоту окон. Фон. Ну, по своим алгоритмам он это делает периодически. Ну, и давайте посмотрим. Смотрите, значит, противоизносные присадки. Здесь уже пробег 160 тысяч у машины с копейками. Здесь уже начали расходоваться 63 процента. Та же картина с нитрованием. И вот здесь чуть ниже, но там, возможно, из-за того, что на трассе более критично количество кислорода. То есть, по трассе, когда выше обороты, мотору сильнее не хватало воздуха. Здесь, видите, то же самое. Здесь уже я вижу нарастание и кислотного более серьезное, и падение щелочного. Все, здесь масло полностью уже сработано. То есть, это перекат для этого масла. Для двадцатки явно. 255 моточасов. Давайте посмотрим, что здесь произошло. Здесь, по идее, по идее, должно быть большее разряжение, потому что скорость ниже. Хотя она тоже достаточно высокая. Это не городская езда. Ну, а здесь, посмотрите, отлично работает топливная аппаратура. Вообще никакого не вижу. Ну, может быть, там два процента разницы от максимальной. То есть, ну, практически уровень погрешности. То есть, идеально, идеально. Никаких вообще проблем с топливным. Ну и режим. Возможно, что пробу Сергей брал после трассы какой-нибудь продолжительной. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, нажимайте колокольчик, кто не хотел пропускать новые видео. Так вы поможете каналу. И давайте сравним результаты по двум этим образцам. Значит, слева это DSG, как видите. Справа это двадцатка. Так, смотрите, какой прекрасный результат по мощью нейтрализующим свойствам DSG. Значит, 380 моточасов. Но это свежий абсолютно мотор и в основном трассовый пробег. Здесь по нитрованию 204 часа масло померло. Следующий образец помер по моющим нейтрализующим свойствам. 224 моточаса и такой же нитрованию. Видите, тут небольшая разница. 40 моточасов. Чуть больше, но меньше трассы, ниже скорость. Вот здесь двадцатка, видимо, более слабая, чем тридцатка. Ну и естественно, влияет роль, что в одном образце 160 тысяч 200 километров, в другом образце 33 всего тысячи пробега. То есть видно, как меняется. По противоизносным присадкам тоже можно так косвенно судить, что если при пробеге 33 тысячи здесь практически не было сработки противоизносной присадки, то на 160 тысячах она уже начинает подрабатываться. По воде тоже нормально. Ну, значит, хочу пояснить по нитрованию. Сергей в описании. Описание он в электронном виде. Большой очень написал. Все замены масла расписал за весь пробег автомобиля. Очень так пунктуально. И, значит, внимание к мелочам, все нюансы. И написал, что используемый воздушный фильтр KIA не оригинал. Честно говоря, вот немножко загадочная эта история, как это не оригинал KIA. Вот, скорее всего, качество этого не оригинала KIA совсем неважное. Я бы рекомендовал, ну, я ему уже написал Сергею, я бы рекомендовал сменить на что-то более качественное. Например, какой-нибудь там MAN, я не знаю, там, или что-то такое подобрать, что там для KIA делают. Вот, и использовать уже качественный фильтр. Я уверен, что это продлит ресурс масла. По образцу 2018 года, как вы видите, в принципе, более-менее рабочий. Возможно, что какие-то были изменения в нем. Но это сейчас уже не оценить. Но, тем не менее, в общем-то, можно и достаточно старые образцы проверять. То есть, я не вижу какого-то криминала, чтобы там что-то катастрофически изменялось. Вот такой получился тест. Благодарю Сергея за поддержку канала, за образца. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!